Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какую женщину пошлет вам судьба? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких же энергиях вы пребываете. Вот у вас сейчас абсолютнейший период затищья. Затищья, я имею в виду, в личной жизни. От этого вам, конечно, грустно, печально и тоскливо, потому что женщина, которая была вам дорога, которая была вашим центром Вселенной, она осталась позади. И сейчас она находится далеко на расстоянии. Я имею в виду, вы с ней не живёте. Очень болезненные переживания, очень болезненный разрыв был, из которого вы довольно тяжело и долго выходили. Некоторые из вас ещё сейчас пребывают в таком вот болезненном состоянии, в угнетённом, когда ничего не хочется, никого не хочется, и на личной жизни чуть ли не крест поставили. Напишите в комментариях, есть у вас сейчас такое состояние, или же вы уже пытаетесь себя вытаскивать из этих мрачных мыслей, из этой депрессии. Теперь смотрите, некоторые, опять же, спасаются ещё через какие-то вот любимые хобби свои. Кто-то уходит, я не знаю, там, может быть, вы мастерите руками что-то делаете, любите, ну, хобби такое, да. Кто-то, может быть, чуть ли не картины рисует, кто-то ещё что-то, да. Вот вы пытаетесь отвлечься, пытаетесь сами себя загрузить какими-то делами, чтобы не думать о плохом. Опять же, некоторые могут уходить в работу, но у вас такое, знаете, вот присущее состояние одиночества в толпе, когда вот вроде бы и люди везде, да, социум есть, и на работе, да, и друзья, приятели, родственники, ну, какое-то тотальное такое ощущение одиночества. Бывают периоды каких-то недопониманий с окружающими, да, вот вы такой человек, что, ну, очень скрупулёзно и серьёзно ко всему подходите. И бывают такие вот стычки недопониманий, как будто вот вас слушают, но не слышат. Вот бывают ситуации, когда, ну, не могут вас понять, да, вот никакие-то, знаете, вот несостыковки мнений. Вот несостыковки бывают до такой степени вам болезненные, что вот реально вы из-за этого чувствуете себя вот одиноким. Единомышленников таких вот я прям не вижу много вокруг вас. Так, что же ещё происходит в вашей жизни? Кстати, вы человек довольно интуитивно развитый. У вас неплохо развита интуиция. Хоть вы очень редко обращаете внимание на те знаки судьбы, на свою интуицию, вы довольно часто, ну, так, махнули рукой и всё, да, и делаю, что хочу, то, что придумал себе, да, но как-то на интуицию не очень вы полагаетесь. Вы работящий человек. Много чего умеете, много чего знаете, мастерить. Вы можете даже вот руками, да, допустим, ту же бытовую технику отремонтировать, либо что-то ещё сделать, да, вот именно по мужской части как мастерство такое. Кто-то по дереву, может быть, умеет, там, столяр, электрик и так далее. Но вот сейчас проигрывается очень чётко, но я не могу сказать, что это депрессия, ну, вот, ну, хреново, вот я не могу даже подобрать другого слова. Вот жизнь как будто на паузе, вся активная жизнь стоит на паузе. Да, вы общаетесь, да, вы ходите и туда, и сюда, и на работу, там, и с людьми, да. Вы не сидите в четырёх стенах, конечно же. Но опять нет настроения. Делаете какие-то вещи не потому что хочу, а просто потому что, ну, надо, да. Даже на ту же работу, может быть, вы периодом из себя тянете, потому что, ну, нужно за что-то жить и кушать, в конце концов, да, денежку зарабатывать. То есть очень такая нехорошая ситуация, мягко говоря. Давайте-ка посмотрим, что же будет дальше в вашей личной жизни, потому что вот сейчас у вас такое настроение, либо же, опять же, повторяю, может быть, у кого-то вот ещё недавно было вот состояние, да, вот, одиночество, но уже вы немного выкарабкиваетесь, потому что расклад общий. Кто-то вышел из этого состояния, кто-то ещё пребывает в нём. Опять же, такое, знаете, вот настроение, что вроде бы и женщины нет, и от этого плохо, любимой женщины нет. А с другой стороны, вроде бы и хочется, но ничего не делаю. Вот я не вижу каких-то активных действий в сторону других женщин. Я не вижу, что вы прям абсолютно открыты к завоеванию других женщин. Я не вижу этой открытости. Вот, знаете, некоторые женщины даже считают мужчин нерешительными. Вот сейчас вот эта ситуация какой-то вот нерешительности как раз. Вот даже если вам нравится женщина, вы по какой-то причине, у каждого это будет своя причина, но вы особо так не знакомитесь. Кто-то стесняется, кто-то побаивается, кто-то ещё бывшую не может забыть. То есть я не вижу таких вот прям активных действий судьбе навстречу, чтобы активно улаживать личную жизнь. Этого пока нет. Что же будет дальше у вас в личной жизни? Давайте посмотрим. Будут ли у вас перемены? Ну вот какой-то период ещё вам придётся погрустить, потасковать. Вот будет ещё какой-то период. Но вы реально себя накручиваете. Вот накручиваете. И очень сильно. Вот будет опять же такой период. Вы посмотрите. Ну настолько вы тяжело переносите вот эти свои проблемы в личной жизни, разводы. Смотрите, у вас будет изменение в личной жизни, но это пройдёт некоторый период. Пройдёт период, причём очень неожиданно у вас завяжется знакомство женщины. Это будет такой, знаете, ну как сюрпризный момент. Вот я называю, как в детском саду это называют сюрпризный момент. И у вас в жизни будет сюрпризный момент. Причём это будет, знаете, это будет женщина, с которой вы уже пересекались. Она, возможно, сейчас даже находится, либо же, я не знаю, не обязательно, конечно, в другом городе, что туда ехать. Но это может быть на другом краю города. Ну то есть, чтобы добраться, нужно проехать. Теперь смотрите, с этой женщиной у вас завяжется сначала такой вот любовный роман. Ни о чём, ну как бы без обязательств, ни о чём не говорящий. Очень лёгкий такой роман, который вы решите начать, ну как знаете, со старой знакомой какой-то. Вот как будто поехали в командировку, и здесь встретили старую знакомую, да. Не исключено даже, что вы уже когда-то романили, либо же хотели зароманить. Эта женщина вам нравилась. У неё есть дети, но мужчины рядом я не вижу. То есть она свободная. То есть получается, вот какой-то период, мне идёт информация, что вы будете ездить туда, да, вот допустим, на встречи, там, на вот эти все интимные вещи. Вот какой-то период вы будете ездить, просто встречаться с ней. Она вас, вот именно она вас выдернет немного из этого состояния, в котором вы пребываете. Она вас оживит, она, ну, немного расправит вам крылья. Вы тоже, в принципе, начнёте потихоньку влюбляться в неё. Хотя, опять же говорю, серьёзных намерений сразу у вас не будет к этой женщине. А дальше, посмотрите, у вас дальше падает с ней даже семейная карта. У нас и солнце выпало, и семейная карта, это однозначно. Причём будет очень резкий переход от просто отношений таких лёгких. К таким более серьёзным отношениям. Знаете, вот мне это напоминает, как, ну, бывают ситуации, когда человек утром просыпается, и как будто осенило, да, что вот же она, вот та женщина, которая мне нужна, да. То есть вот что-то из этого будет, как будто осенило, да, вот, ну, реально, да. Да, причём вы можете с ней вот даже пересечься по интернету. Вот с вот этой вот дамой, которой вы не виделись, с которой у вас роман будет. Вот с ней можете даже пересечься по интернету. То есть какой-то период вы не общались, да. Поездки будут к ней, от неё однозначные. Причём это будут очень гармоничные такие тёплые отношения. Дама эта настроена даже, знаете, на рождение ещё одного ребёнка. Поэтому если вы хотите, то вы можете, в общем-то, у вас семья падает. Могут быть и дети, и семья, и очень реально гармоничные такие отношения. Причём, вот она, знаете, она, в принципе, где-то вашего возраста. Ну, плюс-минус, да. Очень такая женщина, нацеленная как раз на семью. Вот эта женщина умеет управлять и домом. Она, вот такие женщины такого типа. Они очень хорошо ведут хозяйство. Они хорошие хозяйки. Они умеют и гостей принять, и приготовить, да. И дом полная чаша. То есть так всё в уюте и в тепле содержат, что от них не хочется уходить. Пытаюсь просто вам простыми словами пояснить. Вот она настолько, вот идёт информация, что, вот я пытаюсь, да, вот поток уловить. Вот она настолько хорошая, как мама, как хозяйка и как жена. Вот она будет настолько такая хорошая, о которой, наверное, вы уже не очень-то надеетесь и встретить. Женщина. Ну, я не могу сказать, что она будет прям лезть в вашу жизнь и контролировать, и телефоны ваши проверять, и всё. Нет. Она очень так будет умело подходить ко всему. Она будет очень мудро подходить. Она не собирается ваш каждый шаг контролировать. Вот знаете, такие женщины обычно, ну как вот, с такими женщинами доверительные отношения. Вот как два партнёра. Конечно же, не без любви, но вот на равных. Вот ты мне доверяешь, я тебе доверяю. Я не буду лазить ни в какие телефоны. Напишите в комментариях, были у вас такие случаи, когда женщина проверяла ваши телефоны, соцсети, проверяла, да. Ну, то есть, это ты залезаешь в чужое личное пространство, да. Несмотря на то, что это там твой муж либо жена, ты всё равно залезаешь туда, куда тебе не следует. Простите. Поэтому, вот знаете, настолько идёт такая энергетика. Энергетика очень светлая, тёплая. Абсолютно я не вижу никаких негативов, никакого проявления негатива. Наоборот, казалось бы, вот эти отношения, которые вы не очень серьёзно сейчас, ну, не сейчас, а в будущем, когда это случится, вы не очень серьёзно воспримете, но это настолько вот крепкие отношения и в семью может у вас перейти, что, в общем-то, можно только позавидовать. Поэтому не нужно опускать рук, не нужно отчаиваться, разочаровываться, что у вас что-то в жизни не получается. Потому что, как я уже говорила, наши мысли и слова, они ведь материальны на самом деле. То, что мы думаем, то, что мы говорим, мы это притягиваем в свою жизнь. Да, понятно, бывают такие периоды, что хочется реально волком выйти, когда чувствуешь себя ненужным, когда не хочется ни с кем не общаться, никого видеть, а хочется реально сбежать на край света куда-то. Но, поверьте, как говорил, да, вот как на кольце написано «Царя Соломона», и это пройдёт. Поэтому всегда нужно верить, всегда нужно надеяться на лучшее, потому что, ну, плохие мысли, они ведь просто, ну, добивают человека. Они не вытягивают, а добивают. И ничего хорошего из этого не выйдет. А именно вот надежда, не зря говорят, надежда умирает последней, потому что, когда человек верит, надеется в лучшее, тогда вырастают крылья, тогда появляется новый стимул, ты хочешь что-то делать, творить, да знакомиться, в конце концов, с женщинами тебе хочется, да. Вот когда ты внутренне уверен, что вот я встречу классную женщину для семьи, да, да тебе просто через время захочется познакомиться, ты будешь в толпе выискивать женщин, которые тебе нравятся, ты будешь пытаться хоть смайлик кому-то послать, да, ты будешь что-то делать, ты будешь твёрдо уверен, что вот я её найду, я сильный, я её найду. И так оно и случится, вы это просто притянете. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и всем пока!